Привет! Ты на канале Magic Family, я Аня, и со мной тут самые разные мои животные. И у нас тут остались кое-какие хэллоуинские декорации после съемок ролика на канал питомцев Magic Pets. Он, кстати, получился очень красочным, я думаю, он вам должен понравиться, поэтому ссылочку на него оставлю в описании. И после того, как посмотрите этот ролик, сходите и посмотрите тот. И там же, если что, я оставлю ссылку на новое видео на моем канале Animagic. Да, я наконец-то его сняла. Ну, в общем, раз уж завтра хэллоуин, я решила декорации не убирать, так веселее, тем более. Тема сегодняшнего ролика хоть немножко, но связана с хэллоуином, потому что это кошмар. Кошмар, который наступил в моей жизни после того, как я спасла вот эту вот маленькую кисоньку, которую назвала Алиса, из канализации. Я, если честно, ожидала, что отношения моих собак с этим котенком сложатся немножко иначе, чем они сложились сейчас. И сегодня я покажу и расскажу, как они все общаются и как они друг к другу относятся. Так что скорее подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики из нашей жизни. И мы начинаем! Если вы видели первое видео знакомства котенка с собаками, то, наверное, вы поняли, что никакой особой агрессии ни у кого никому не было. Котеночек немножко шипел Алиске, немножко не нравилось, что они ее нюхают и пытаются с ней как-то общаться. А собаки агрессии никакой не проявляли. Киса Алиса у нас накушалась перед съемками и хочет спать. Она, кстати, никак не может наесться. Ест как дедомовец. Софиша у нас самая главная собака. И даже когда Юми была щеночком, Софиша пыталась продемонстрировать ей, что она здесь самая главная. И то же самое она пытается сделать с Кисявкой. То есть Софиша прям подходит к ней, ставит на нее лапы, пытается ее прям подмять под себя, начинает ее гонять везде. Кисявка забирается на столы, на подоконники, на диван, куда-нибудь, чтобы спрятаться от Софи. Но я понимаю, что Софи не хочет ей навредить. Она просто пытается ей показать, что она самая главная. Как щеночку. Но если щеночек это собака и он в стае понимает, то котенок этого не понимает. Котенок сам по себе. И она, конечно же, наоборот, защищается, шипит, пытается драться. В общем, пока что с Алисой и у Софи такие странные взаимоотношения. При том, что при мне Софи делает вид, что она вообще ни при чем. И типа на Алису внимания не обращает. Самое необычное и неожиданное для меня отношение к Алисе у Юмичу. Вот так они могут лежать вместе и спать. Но это же просто, я не знаю, какой-то верх милоты. Котенок и собака, которой даже еще нет года. То есть, по сути, тоже мелкая. Нет, это вообще что-то прям, ну не могу. Посмотрите на это. С самого начала у Юми с Алисой возникли какие-то необычные взаимоотношения. Началось все с того, что Алиса первым делом выбрала себе в игрушке Юмин хвост. И это было в других роликах. Видно, она пыталась с ним играть. А потом, в какую-то секунду, когда Софи пыталась в очередной раз сказать Алисе, что она здесь самая главная собака, Юми защитила Алису от Софии. Это было так странно и вообще как-то необычно, что маленькая собака защищает котеночка от собаки, с которой так долго живет вместе. Мне кажется, что именно после этого случая их взаимоотношения встали на какой-то другой уровень. Но при этом это не исключает того, что они могут очень ругаться. Но их руга немножко не такая, как у Алисы, например, с Софи. С Софи они явно прям соперничают. А с Юми у них очень странное отношение. Они с одной стороны ругаются и дерутся, а с другой стороны Юми может умывать Алиску, лизать ей уши, чистить ей зубы своим языком. А Алиса при этом лежать на ней и тоже играть с ее хвостом или ушами. У меня это самое необыкновенное отношение котенка и молодой собачки, практически еще щенка. Годика Юми нет в жизни. Ну прям вообще. Ну, это лежит у нее на животе, а Юми ей может при этом мыть уши. И вот так они могут вместе уснуть и спать. Юми прям обнимает ее, посмотрите, двумя ногами, задними и передними, и сама готова заснуть. И вообще, мне кажется, Юми в скором времени начнет защищать Алису от всех, если вдруг кто-то решит ее обидеть. Все, надоело лежать. Позу поменяли и дальше лежат такие. Ну это же вообще очень странное вообще отношение у них. Я, кстати, кое-что уже прикупила для нашей киски Алиски, и завтра еще поеду в зоомагазин. Так что, если вы хотите видео про покупки для котенка, ставьте лайк, и я в ближайшее время его сниму. А вы, ребят, напишите внизу в комментариях свой совет, что купить для котеночка домой. Какие же взаимоотношения у Ивасика с Алисой? Во-первых, она очень интересуется его ушами, она все время пытается с ними играть и грызть их. Тоже очень странные. То есть она при этом может с ним лежать, сидеть, и он с ней как будто игнорирует ее. Но в какой-то момент он ее погнал вместе с Софией. То есть я думаю, он зарядился ее вот этой энергией, гонять кошку, и тоже ее погнал. А вообще он как будто не обращает на нее внимания, старается обходить и с ней не общаться. Один раз я только видела, когда он лежал, и она опять залезла ему на голову и стала ковыряться у него в ушах, он на нее зарычал. То есть вообще мои собаки знакомы с котами, у них в принципе с ними нормальные отношения. Что, просыпаешься что ли? Но когда котенок оказывается в твоем личном доме и занимает твое место, это все-таки другое дело. И Софиша, как я сказала, пытается показать ей, что она главная. А Эйвен периодически ее в этом поддерживает. Что касается Миши, Миша вообще как будто ее не видит. То есть для Миши жизнь не изменилась никак. Миша вообще делает вид, что кошки нет. Но я бы даже сказала, она ее побаивается немножко. То есть она никак вообще с ней не контактирует и не общается. Настолько все по-разному отнеслись к Алиске. Короче, иногда по вечерам наступает настоящий кошмар. Софи пытается показать, что она главная, раззадоривает Эйвена, и они начинают гонять Алиску по квартире. К ним присоединяется Юми, но немножко по-другому, потому что Юми просто хочет поиграть, а не показать, что она здесь главная. Миша в это время пугается, убегает куда-нибудь и просто сидит в углу и наблюдает за этим всем со стороны. Кисявка при этом вообще их не боится. Она наоборот, дразнит их, лезет на рожон, царапается, шипит, прячется куда-нибудь, спрыгивает и бегает, и еще больше шума создает. Вот. Но такая вот беготня происходит непостоянно. То есть большую часть времени Алиса живет сама по себе, и никто ее не трогает. Слава богу. Подписывайтесь на мой ВКонтакте и наши Инстаграмы, чтобы следить за новостями. Я там всегда выкладываю что-нибудь интересненькое и стараюсь делать красивые фоточки своих пушистиков. Я буду держать вас в курсе, как это будет все развиваться, потому что мне безумно интересно ее отношение с Юми. И также я бы хотела, чтобы она подружилась все-таки с Софией Сейвеном. Ну, про Мишу я молчу, потому что я не знаю, чего можно ожидать от Миши. Я надеюсь, что она перестанет бояться. А вы подписывайтесь на все наши каналы, переходите по ссылочкам на другие ролики на других каналах. И скоро увидимся. Пока!